Открываю письмо, читаю, 21 номер на мне билайновский и долг 300 тысяч. Я не понял, я билайном никогда не пользовался, тут такая ситуация. Откуда я столько денег-то возьму, сами представляете. У меня нет таких просто денег. Уведомление с требованием погасить долг за услуги сотовой связи Алексей Порозов получил два дня назад. По данным коллекторского агентства, в 2007 году на него было зарегистрировано несколько десятков московских сим-карт. Алексей утверждает, в столице последний раз он был лет 20 назад. Видимо, кто-то наговорил на такую сумму и пришел долг на мое имя. Кто-то воспользовался моими просто данными, в крайнем случае. И главное, эти все номера зарегистрированы в Подмосковье где-то. А я в Подмосковье ни разу не был. В компании сотовой связи информацию подтвердили. Указанные в договоре паспортные данные в точности совпадают с данными Алексея. Мужчина числился индивидуальным предпринимателем. И все эти сим-карты зарегистрированы на его юридическое лицо. Согласно тарифу, по этим номерам разрешались разговоры в кредит. Представитель оператора связи заверила, что по данному факту будет проведено расследование. Мы всегда действуем в рамках правового поля и в интересах своих абонентов. Поэтому в данном случае мы сделаем все возможное со своей стороны, чтобы абонент, если это не его вина, избежал каких-либо последствий. Найти мошенников в данном случае практически невозможно, говорят стражи порядка. И призывают граждан самим заботиться о том, чтобы не попасть в подобную ситуацию. Например, стараться лишний раз не оглашать свои персональные данные и не приобретать сим-карты у уличных промоутеров. Когда вы пишете свои данные, и потом неизвестно, может быть, для продажи большего количества сим-карт недобросовестный промоутер может вписать ваши данные и еще на вас оформить несколько карт. Любое количество, и потом их раздать. В такую ситуацию может попасть каждый. Найти чужие паспортные данные в 21 веке не проблема. Но даже если сумма, которую с вас требуют за услуги, которые вы не получали, небольшая, не спешите платить. В договоре на оформление сим-карты обязательно стоит подпись абонента. И если она не ваша, никаких претензий оператора сотовой связи вам предъявлять не вправе. Елена Иговцева, Василий Дулепинских, Телевизионная служба новостей.